Замирает огонь И не лечит нас время И боль не стихает И сжимает объятия свои все сильней Только память все помнит И не забывает Дорогих наших вечно любимых людей Светлой памяти Шамалова Мошахая Ариевича Посвящается Шамалов Мошахая Ариевич Родился в 1926 году 28 мая В красивом и древнем городе Самарканде В религиозной рабочей семье Ари Шамалова и Фарихо Арабовой А род Шамаловых Один из древних Которые уходят глубоко корнями В историю бухарских евреев Основателями этого рода Являлись два брата Мурдыхай Шамол И Мошешамол Именно от них И пошла эта славная фамилия Шамаловых У Мурдыхая Шамола Было девять детей И вот одним из них Был его сын Ари Шамалов Кроме Мошахая Ариевича В семье родились дочери Мерал Бакул Берта И Арон Детство Мошахая Ариевича Прошло в очень тяжелое время Голод и разруха Восстановление после гражданской войны И борьбы с босмачами Зарождение нового государства СССР С детства он был смышленным Способным мальчиком Очень хорошо учился в школе Где у него проявлялась тяга к знаниям Особенно ему нравились уроки химии И биологии Именно любовь к этим наукам И предрешила его дальнейшую судьбу В 1941 году Прогремела Великая Отечественная война Которая коснулась каждую семью Но несмотря на это Мошахая Ариевич В 1943 году Заканчивает школу И поступает В учительский институт города Самарканда В эти тяжелые годы войны Он совмещал учебу в институте С торговлей на базаре Чтобы как-то помочь семье В эти трудные голодные годы В 1945 году Скоропостижно умирает мама Мошахая Ариевича Фрихо В 1946 году Мошахая Ариевич Заканчивает учительский институт По специальности Химик-биолог Его направляют на работу В Байсуйский район Сурхандаринской области Узбекистана Проработав там два года Он возвращается в Самарканд И в 1948 году Устраивается учителем химии и биологии В школу номер 15 Города Самарканда В 1950 году Мошахая Ариевича призывают В ряды советской армии Где он Прослужил до 1953 года Командиром взвода связи В 1952 году Умирает глава семьи Папа Ари Шамалов Закончив службу В армии В 1953 году Мошахая Ариевич Возвращается в Самарканд И вновь устраивается В школу номер 15 В 1954 году В эту школу По направлению приезжает Молодая девушка Из Бухары Берта Рафаэловна Нисанова Которая закончила Бухарский пединститут По специальности Учитель математики Молодые люди Полюбили друг друга И в 1956 году Сыграли красивую свадьбу В этой семье Родились трое детей Сын Борис И дочери Майя И Неля Мошахай Ариевич И Берта Рафаэловна Являлись большим Примером Для своих детей Наши родители Уделяли Очень большое внимание Нашему воспитанию Прямо до мелочей Каждый день Они нам говорили Как себя вести Как себя вести За столом Их отношения Друг к другу В доме И на работе Были достойны Для подражания Она была Заучим в школе А это Большая ответственность Берта Рафаэловна Также вела Общественную работу Являясь Председателем Женсовета Сиапского района Города Самарканда А также Председателем Товарищского суда Квартала Восток Недаром За прекрасные отношения Друг к другу Их называли Тахир и Зухра Большая Ариевич Очень часто Забирал Свою супругу И увозил ее В курортные города Бывшего Советского Союза Он Боготворил Свою любимую жену Машихай Ариевич Проработал 46 лет Учителем В школе Номер 15 Он также Преподавал Параллельно В школе Номер 11 И номер 26 Сиапского района Города Самарканда Он имел Огромный Авторитет Среди своих Коллег Учителей Выпустил Большую Плеяду Учеников Имя Машихая Ариевича Достойно Стоит В одном Ряду Знаменитыми Учителями Народного Просвещения В нашей Бухарской Еврейской Комьюнити Амнер Насимович Фазылов Залмон Абаевич Кемиагаров Рафаэль Ильич Аранбаев Юрий Захарович Некталов Давид Ильяевич Мошеев Несим Рубинович Мошеев Йосеф Азарьяевич Юсупов Гавриэль Михайлович Норматов И многие другие Дом Шамаловых Всегда отличался гостеприимством И человеколюбием В нем всегда собирались много гостей Соседи Друзья Родственники Приходили за советом Поддержкой Или просто Пообщаться Шло время Дети подросли Получили высшее образование Пришла пора Обзаводиться семьями Конечно же Для Мошехая Ариевича И Берты Рафаэловны Это было Незабываемое Время радости Они были счастливы Сыграв свадьбу Своих детей Сын Боря Женился Наире Увайдовой Дочь Майя Вышла Замуж За Юру Аминова А Неля За Рубена Конкорова В конце 80-х И начале 90-х годов 20-го века Началась новая волна Эмиграции евреев Из бывшего Советского Союза В начале 1995-го года Семья Шамаловых Выезжает на постоянное место жительства В Соединенные Штаты Америки Новая страна Незнакомый язык Незнакомая обстановка Не сломили дух Мушахая Ариевича И его супруги Они решили посвятить себя Целиком детям и внукам Помогая им во всем В 1997-м году Мушахай со своей женой Впервые посетили святую землю Израиля Где жила их дочь Майя Они увиделись После пятилетней разлуки Шло время А в семье Происходили радостные события Бармисовы внуков Ромы И Нисона Я всем хочу сказать шалом И всем гостям я очень рад За этим праздничным столом Везелью нет сейчас преград Субтитры создавал DimaTorzok Я даже не хочу сказать шалом Я тоже не хочу сказать шалом Я еще не хочу сказать шалом Взбушку Взбушку Падалас Модалас Взбушку Бабахаш Эмим гамель Овнутошен Он был пожар в hierarchе Мы пожар в основном Взбушке Альян Эмим Ромбитя Самая Взбушку Я Мошакай Айриевич и Берта Рафаэловна были на седьмом небе от радости и счастья. Ведь они вкладывали свои силы, свою любовь, ласку и доброту и хорошее воспитание в своих внуках. Казалось, радости и счастью в жизни не будет конца. Но наступил 1999 год, который стал годом невосполнимой утраты, огромного семейного горя. Ушла в мир иной заботливая мать, любимая жена, прекрасная бабушка, отличная хозяйка. Берта Рафаэловна Шамалова. Это был огромный удар для Мошакай Айриевича. Но дети и внуки окружили его теплотой и заботой, чтобы он не чувствовал потерю своей любимой жены, с которой прожил долгих 43 года. Хочется отметить основные черты моего свекра. Он был очень жизнерадостным человеком, очень спокойным, очень приветливым, любил жизнь, любил людей. И, конечно, нам будет его очень не хватать. Чтобы как-то сгладить свое горе и невосполнимую потерю, Мошакай Айриевич идет в Центр для пожилых людей – Адалткер. Там он приобрел очень много друзей. Он выделялся в Центре своей скромностью, порядочностью, опрятностью и завидным жизнелюбием. Активно участвовал в деятельности Центра, пользовался большим авторитетом и уважением среди его посетителей и работников. Когда приходил к нам в Дейкер дядя Миша, кипела жизнь. Он у нас был веселый, жизнерадостный, танцевал, угощал всех. Вы себе не представляете, какие дни рождения он устраивал и как он угощал весь зал. Этот человек был человек-праздник. На нем не было печати старости. Он должен был прожить сто лет. Но я думаю, что эти годы уже продолжат его любимые дети, внуки и правдники. В 2003 году вся семья переезжает в новый дом. И здесь Моша Хайни сидит, сложа руки. Моша Хайни Моша Хайни Моша Хайни Моша Хайни Он показал меня как жить, как жить, как жить, как жить, как у меня есть чувство. Это было очень, очень, очень весело быть рядом. Мы очень рады, чтобы он видит и видит мой праздник и бритка от всех моих детей. Его блесения очень важны и очень важны для нас. И мы будем продолжать с его праздником. Жизнь продолжалась. Шли годы. Наступило время, когда Мошахай Ареевич стал свидетелем на свадьбах своих внуков. Нади, Ромы, Нерика и Давида. Счастья его не было предела. Ну а потом настало время правнуков. Он присутствовал на Бритмила трех своих правнуков в Америке и Израиле. Вы знаете, смотря на этот портрет, ты не скажешь, что этому человеку 95 лет. Это вечно молодой человек. Я скажу только один момент его жизни. Была Бритмила его внука, это будет его правнука. Он меня подозвал к себе и сказал, пожалуйста, говорит, сзади меня немножко толкните в центр зала, а я буду танцевать. Счастья его не было. Ромышка, я тебя поздравляю. Ромышка, я тебя поздравляю. В нашем доме очень много было, как говорится, таких радостных. По каждому поводу собирались друзья. Папа был частью этой нашей компании. Когда друзья приходили, папа выходил, сидел с нами вот за этим столом. В 2016 году сыграли 90-летний юбилей Мошахая Арьевича в кругу родных, близких и друзей. Мошахая Арьевича в кругу родных, близких и друзей. В народе говорят у нас на нашем языке. Мошахая Арьевича в кругу родных, близких и друзей. Дядь Миша был один из таких незабвенных людей. Мошахая Арьевич радовался жизни. Все было в доме хорошо. Он радовался жизни своих детей, своих внуков. Ничто не предвещало беде в этой семье. Но 11 сентября 2020 года в дом постучалась беда. Перестало биться сердце благородного, интеллигентного и добропорядочного человека, прекрасного отца и мужа, заботливого дедушки и прадедушки, Мошахая Арьевича Шамалова. Он ушел в вечность, оставив невыносимую боль и страдания в сердцах детей, внуков, правнуков, родных, близких и друзей. Стоит могильная плита, На ней луч солнца отражает. Две даты, Маленькая жизнь. Дефис их строго отделяет. Лишь только здесь я слышу голос. Дрожит рука, Бежит слеза. Ты В жизни сделал очень много, Но смерть ее оборвала. В работе, В спешке суетливой, Заботясь каждый день о нас, Ты забывал, Что есть же утро, И посвятить себе хоть час. А жизнь Вперед бежит по кругу, Лишь дом, Забота и семья. Для нас Ты был хорошим другом, Всех прикрывал ты, Как броня. Как жаль, Что ты теперь не с нами, И внуков больше не увидишь. Мы Стали взрослыми и знаем, Что скоро Тоже станем ближе. Суть Жизни такова, Что мы Когда-нибудь Сойдем с дистанции, И в мир иной Уйдем мы все Без права Подписи квитанции. Ну, а пока Мы здесь герои, У каждого Свой млечный путь. Хочу прожить его Достойно, Познав Божественную суть. Прошу, Родной мой, Дай нам силы, Пролейся, Радуга, Над нами, Скучаем мы, Твои родные, Не передать Всю боль Словами. Редактор субтитров А.Семкин